Пустой, зерна вообще нет. Обычно в это время здесь кипит работа, комбайны косят пшеницу, но в этом году убирать нечего, а зимы погибли от засухи. Чтобы оценить масштабы катастрофы, достаточно привести простой наглядный пример. Вот этот сорт пшеницы при благоприятных условиях должен достигать высоту 60 сантиметров. На деле в ростках нет и 30. Весной какие-то надежды были еще. О том, что летом убирать будет нечего, стало ясно уже в мае. А и сильная жара, и сухие ветра пришлись на время цветения. Высоких температур привередливая культура, именно так называют фермеры пшеницу, не выдержала. Сейчас пострадавшие поля перепахивают. Владимир Шмачков подсчитывает ущерб на посевную, семена, топливо. Он потратил больше миллиона. Как теперь рассчитываться с кредитом, не знает. При плохом даже раскладе, хоть там 10 сантиметров бы она дала, 7-10, хоть что-то можно было убирать, но можно было оправдать и те деньги, что и затрачены. Ну вот, в мое хозяйство, проходите, смотрите. У нее миллионных кредитов нет, но от засухи Татьяна тоже пострадала. У нее, как и у большинства сельских жителей, есть пособное хозяйство. Куры, коровы, утки. Без них в деревне не выжить. Все держишь, так же стараются, чтобы... Конечно, трудновато, но сейчас засуха, сено очень дорогое получается. Сено, зерно. От засухи в области пострадали 600 хозяйств. Материальный ущерб более 5 миллиардов рублей. Фермеры в срочном порядке собирают документы на возмещение убытков. Когда будут страховые выплаты, неизвестно. А впереди еще уборка яровых и посев озимов. Несмотря на печальный опыт, Владимир Шмачков заниматься фермерством не передумал. Говорит, теперь будет сеять другие культуры, менее прихотливые. Рожь, например, хоть и стоит два раза дешевле пшеницы, но шансов на урожай больше. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телебъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова